всем доброго времени суток дорогие друзья вы на канале люди за микрофоном по-прежнему я андрей сегодня мы с вами продолжаем проходить игрушку под названием need for speed underground 2 так остановились с вами на том что мы с вами катались по моему в гоночках каких-то по типу с ботами дуэльки да я тут за кадром немножко покатался да я изменил вид нашей с вами машинки потому что что-то меня уже наскучило там вот прошел всякие неинтересные гонки по типу спринтов и колец все остались только самые интересные то драги стрит иксы дрифты и профлиги все и да но мы с вами как раз таки находимся рядышком с чем только что смотрел на цвета гонок и забыл уже до драк по моему да да начнем с него будем потихонечку идти вперед вперед и вперед так доберемся снова до профлиги я еще погонял с этими батярами сраны поэтому у меня сейчас открытый там тюнинг какой-то от ботов подвезем блин я вот это вот вот этот драк не нравится на этой локации я здесь не ничуть они не получается у меня может машина не слишком мощно может еще что-нибудь по идее должно ее хватать пофиг слишком рано но пойдет не на перезапускаться его уже не догоню там финиш сейчас буду дрочиться попробуем сочетать сечки стартануть немножко рановато но нормально пойдет надо за кем-то пристроиться и буду вот с помощью slipstream чека догонять пытаться и перестройся спасибо теперь зайкись можно все равно не догоняя впереди идущий автомобиль да уйди ты придурочный не опять не получилось блин буду задрачивать сейчас вот я на скрытой гонке на какой-то вот пока катался обнаружил что-то подобное по моему такую же гонку точно тот тот точно такую же это же ее не с первого раза у меня получилось пройти к сожалению раза наверно шестого ну что как лоб еще вот этот под замедлил меня блин а было передачу скинуть может получилось догнать тут хрен его знает так еще раз на на призыв на безупречных их ловите тогда нормас буду а вот это хорошо перестраиваемся быстренько 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 надо не задерживаться я сегодня хочу профлигу начинать проходить уже и может еще какой-нибудь у него откроется более-менее давай-давай-давай походу я даже на пятом переключусь ну да на четвертую зарешал а в принципе длинная достаточно как я понял 36 секунд 350 рублей 0 репутации ну и насрать на эту репутацию на самом деле не особо то и принципиально так здесь звездочка рядышком есть поедем еще сразу туда я вот только не знаю это фотография или же сразу же запчасть не дадут альва чё это это фотосессия обложка 9 вот это цаца нормально нормально сохраняем до 10 где-то звездочка рядом было да вот сразу же рядышком с профлига опять почему-то 2 профлиги на карте а не 1 я еще кстати не успел выложить те две серии которые прошлое снял они одну успел но комментарии не читал только-только выложил вот открыл сразу погнал записывать следующую звездочка я надеюсь это запчасть нет это не год 100 рублей сотка нет полтинник нормально полтинник тоже нормально а вот это это по моему нет это тоже фотограф блин ладно капец он старом городе я не хотел туда ехать на самом деле ну по крайней мере не прямо сейчас чуть-чуть попозже куда надо было ехать уж там наверху локации дрифт есть которые очень сильно хочу пройти я кстати немножко поковырялся в настройках машины надо было не так ехать ладно теперь по-другому как-то поведет по кривому или наоборот более лучший маршрут короче там открылся дрифт очень прикольный на котором я скорее всего и буду пытаться ставить рекорд и я еще немного покопался в настройках машины не уверен то что сделал все правильно в принципе у нас даже еще не максимальный тюнинг чтобы там ковыряться но более-менее я там что-то попытался настроить чтоб машина дрифтила лучше ну чисто для дрифта настроил для остального как-то пофиг там все на стандартных настройках 48 секунд блин вскорицу давай быстрее то щас уйдет но хотя если чё-чё подождал бы немножко фотографируем gti mag супер джетельма опять эта девочка следующий бесит когда вот так вот булки подвязываю есть же нормально сейчас одежда которая там так носится что у нас может поедем наверх там потому что до хрена тоже звездочек пипец еще пять штук я в шоке куда так много насыпали потому что если я сейчас сюда заедут он меня по-любому опять вниз поведет а вдруг вверх ну давай рискнем если наверх то хорошо если вниз там тоже гонки различные есть которые нужно проходить решил просто начать со звездочек покататься немножечко по городу брингу у нас кстати я только только заметил нас денег-то до хрена в принципе свободных фотограф опять фотограф а где запчасти а в принципе да наверно потом поедем на гонки сверху на дрифты и на прочем я все думал вот после вот этой профлиги которую мы сейчас пройдем по идее нам должны супру открытия уже буду потихоньку на нее пересаживаться наверное мне что-то кажется то что она корова неуправляемая я просто уже к мази как-то привык то что она такая маленькая юркая достаточно таки а та же корова в поворот еле входить будет а если с первого андеграунда так она вообще по моему не едет ни хрена но здесь должно быть по-другому абсолютно все здесь она должна ехать нормально уйди вот этот серпантин меня вообще бесит вот здесь ботами гоняться самое тяжелое хрен от них уйдешь и и вообще печально еще управляемости не хватает хоть там даже блин надо как-то подвеску настроить если знаете какой нибудь а все приехали обложка кара аудио у меня нет аудио у меня там другая хрень какая-то багажнике короче если знаете какую настройку хорошую на мазду скиньте пожалуйста я буду очень признателен так что у нас тут стрит x есть потом дрифт потом вот сюда поедем до план отличный погнали из этих колец которые здесь были бы было парочку запарных которые я еле-еле прошел как раз таки из-за вот этих вот поворотов вот это нормально они как по рельсам едут вписываются я я крик криво косо сюда как-то вот хожу вот так вот пока скорость потеряю пока-то разгрызг разгонюсь раздуплюсь они меня раздуплю раздуплют быстрее раздуплят я не знаю есть еще смысл с ботами гоняться они в принципе не пропадают значит может еще какую-нибудь награду должны дать это чё у нас это да это стрит x только что же смотрел потому что у меня все такое ощущение то что синенькая это дрифт да тут еще и значок такой подходящий в принципе тут уже 3000 gt появился интересно не знаю хоть и 3000 gt в играх не часто появляется я что-то его брать очень не горю моей памяти он какое-то говно если честно но можно будет попробовать если денег много будет чтобы прокачать или не стоит я вот думал после супры когда откроется rx 8 взять ее потому что в прошлой части ее не было на rx 7 что-то не хочется она у нас была прошлой части по моему финальной машины мое на которой я допрошел всю игру лягушоночек такой вроде бы от не точно жалко то что здесь большая часть машин это японцы я больше как-то по европейцам если честно по немцам вот зато в мост вантеде много да блин 4 круга на самом деле это немного но трасса здесь большевата такая уже подходящая скажем так для стрит икса они вот эта маленькая коробка квадратный где ты гоняешься они врезаются постоянно куда хотят они там опять разложили что вот это нормальные гонки такие мне нравятся да ты тоже то же самое кольцо по идее но она с более прикольными поворотами более быстро такое так скажем на реакцию на точность движений поэтому это нормально а там нет а те скучные какие-то недолгие ты можешь два круга ехать 6 минут 7 минут это это не то не то тут вот условных за две минуты ты набираешь те же самые деньги на том же самом кольце это прикольный трасс мне нравится сейчас попробуем подрифтить посмотрите чё я вообще сделал с настройкой может еще чуть посоветуете может пока что никаких советов по дрифту мне не приходило надеюсь когда-нибудь будут я надеюсь сейчас тюнинг никакой не откроется потому что если откроется будет печально мне придется ехать ставить его не особо то хотелось я коплю денюшки на апгрейд новая машина вот не знаю мне 12 тысяч хватит да в принципе еще за стрит их должен заработать там лично денег тысяч двадцать я думал у нас будет с вами к четвертому этапу блин уже четвертый этап скоро я в шоке только четвертая серия учили там за серию проходим получается нет примерно нет не 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 они это 5 серия косарь 100 дали неплохо это пятая серия да и четвертый этап пока проходим еще третий но капот и капот и капот новую капоту во всех магазинах но мне кажется это вообще бессмысленно ехать капот ставить потому что нам же выдали вот этот вот и он намного круче считается это эксклюзивные запчасти я только вот не помню что дается за ботов самая последняя наградой пробовать с мустангом гоняться не пробовать я так тоже к дрифту подъезжаю наверное не не будем о это сотка или полтинник должен быть сотку оса тенчик нормально мне в карман как раз подойдет меня денег не так много надо копить так дрифт понятно сейчас попробуем посмотрим что у меня выйдет новой настройки я еще не пробовал должно быть получше так пока ничего не чувствую а не 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 есть да теперь она нормально более-менее срывается хотя бы я выкрутил сцепление колес на минимум у меня этого не было сделано может быть из-за этого у меня них и на не получилось да вот сейчас более-менее нормально мусором сносит и мощности не хватает ну хотя 9 я уже точно дрифтил в принципе для меня это результат кизыбольчик сделал давай давай раздупляйся не отказался бы если вы еще скинули настройку какую-нибудь для остальных этапов надо ускоряться что-то у меня очень хреново в плане для настройку и для mazda или для другого автомобиля или какую-нибудь ультимативную настройку для всех машин чтоб я под каждый ставят об настроился что было нормально можно было валить и не чувствовать сопротивление естественно сопротивление у нас будет чувствуется но чтобы хотя бы я мог догонять их потому что я чувствую то что в четвертом этапе мне дадут просраться на профлиге а может и в этом даже пока не понятно но я вроде поставил все самые последние пюняшки которые были доступны пока еще катался пальцы там немножко по открывалась но не знаю не знаю надеюсь будет побольше побольше тюняшек откроется x это в профиле бред не хотел цеплять случайно получилось ну да слушай дрифтить поинтереснее стало на такой настройке без сцепления колес но лысых резину как ты зимой едешь 26 секунд но в принципе все я уже выиграл можно не стараться мы можем так можно можно не стараться конечно но я хочу побольше на дрифте хотя бы до соточки добить он со . есть все отлично 110 сделаю да и сделала мама пойдет все в принципе мне этого хватит давай заканчиваем ну давай все 21 конец все победа с кайфом так получше уже 350 это денег и 300 опыта по моему метали чё открылась я думал кстати другая гонка открылась которая где должна быть здесь по моему она стартует и вот так вот вниз потихоньку идет но это не она была может это она сейчас до нее сгоняем посмотрим что она мне даст там как раз звездочки есть на них тоже заедем может по дороге с кем закусимся или нет мне кажется бессмысленно здесь гоняться как я уже и говорил по этим серпантином не не нравится потом в центре будем когда там погоняемся может еще какие-нибудь награды получим от ботов было бы неплохо то есть я ехаю по навигатору даже могу меня помочь чему-то в прошлый раз и не получалось видимо просто вот и не хотели гоняться запустимся ну давай попробуем ради интересного все равно в ту сторону я сейчас попробую его просто развернуть мы хотя бы затормозить его как ну чуть-чуть но вот этот поворот самый бесячий здесь я у развернуть сейчас попробую после конца это вот вот это вот говняного поворота мне он вообще никак не нравится давай догонять догонишь догони до 2 на я даже газ отпущу ну мог где-то рядышком а давай обходи догонять будешь обгоняй но обгоняй чё ты меня тыкаешь давай обгоняй обгоняй красава сейчас сделаю я разверну его быстро изи и все и валим тут как раз прямичок нормально надеюсь и не успел да он быстро разворачиваться да это нечестно боты страны но я попробую развернуться может у меня выйдет не у меня тактика опять это не сработало они слишком быстро разворачиваются я не знаю что с этим делать бесят 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 эти ботяры страны не хотел женат нет надо было что придумал ехал бы спокойно гонку ну давай догоняй как раз его здесь вот подожмем блять нет обошел меня все таки сейчас его опять разверну не знаю получится у меня в этот раз обогнать не врезался бы я еще никуда не все уходит да и насрать на него кофе где у меня будет гонка давай уходи все отстанет гонка где да гонка в той стороне а значит поедем туда я гавкаю тяп 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 я вот не знаю это засчитывается то что у меня хуже становится репутация мне приходится заново их набивать но в плане не репутация вот эти вот гонки мне помню приходится в два раза больше накатывать типа как в минус там же по-любому счетчик какой-нибудь есть выиграет три гонки у бота или она просто не знаю короче по-моему вот эта гонка или так длиннее должна быть фиг знает а здесь как считается вот эта желтая зона где фиг знает где это желтая зона считается бля да ёпта хорош давай по-нормальному мне 40 тысяч на дрифтить да ты плеть издеваешься ты можешь нормально ехать пожалуйста андрей собрался с трафик этот ну трафик то ни при чем давай дрифти да уйди нахер кто трафик включил закрывали бы нормально зону чё вы как эти я не хочу заново мне как хочу ли мне нравится не придется заново абсолютно по-любому но это кстати не та гонка вообще не то не заново нахер мне хотя можно было добить там 37 тысяч было я хочу нормально с большим рейтингом пройти с большим отрывом там гонка длиннее там еще около фонтана проезжать я не знаю как она мне откроется когда нибудь откроется сука трафик бесячий уйди да блин это весь бред какой-то а может мне приснилось нет такой трассы не должна быть по-любому я помню то что я набивал даже миллион ну зашибись хорошо поворот прошел ничего не скажешь уйди уйди не мешай спасибо тихо-тихо-тихо аккуратно осторожненько будем ехать нормально нормально тихо ты бред я легонько коснулся не считается я конечно пройду ее сейчас ног или нет да не пройти-то пройду я просто хотел лучше ладно кофе не будем временно это говно тратить о по грунту много даю хотел хотя бы соточку здесь набрать хотя здесь можно по-любому намного больше сделать мне пятнашки я не сделал 88 ладно кофе хотя бы так все дальше блин тут две звездочки есть если она одну заеду меня погонят самую жопу самый низ короче и потом придется снова сюда подниматься давай сначала street x пройдем потом посмотрим что у нас дальше какие где звездочки это это по-любому уехать на звездочки на это на кто на той глянуть может на той не надо ехать никуда поехал к гонку ничего развернусь я не гордый а это это драк пойдет давай грузить спасибо сюда иди и клип сраны давай давай догоню нормально с первого раза пойдем отвечаю по-другому быть не может а у меня опять передач да я честно спасибо перегрел мотор ну как я успел газ отпустить конечно но не хватило вообще вообще не хватает передач и не трусик мне кажется я сейчас даже не пройду просто потому что мне передач не хватает греется мотор не хватает передач надо коробку качать фиг знаю что делать как пройти четвертую дрочить вообще щас не догоняю говно блин даже на всех безупречных переключениях мне не хватит двигателя просто даже если позднее переключаться вон я язык переключил мне этого хватит 5-й прям не хватает передачи много надолго о давай толкай 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 мотор греется не прям чем не хватает я не знаю что мне с этим сделать ну ебан 2 безупречных 3 безупречных нет я думал три будет безупречных нет блин думал 3 будет безупречных но не будет нормас сейчас хватит сейчас сделаю сейчас выиграю все мотора хватило меня немножко подтолкнули спасибо за это что хоть и очков не дали но я за ту гонку прошел спасибо на этом отвечаю так сейчас давайте заедем глянем что у нас там за звездочка может там просто сфоткают и все и здесь вот не надо будет возвращаться потом сюда на гору потому что по-любому надо но у меня здесь осталось реально вот только две звездочки ради нее подниматься спускаться и снова подниматься мне я что-то не хочу особо так что может мне повезло пожалуйста уйди тупый таксист нет надо будет ладно давай с этой начнем это по-моему запчасти да да сервака меня сейчас какого-нибудь погонят вот эта скорость гони крейзу 2 минуты 30 секунд ёб твою мать ладно поехали за 2 минуты 30 секунд я не знаю успею не успею надеюсь что да ох может вырезать это может я сейчас просто буду ехать туда-обратно и как да давайте я вырежу когда я приеду туда уже включимся так все я доехал забираем награду чем не даст двигатель трансмиссия или шины мне кпп не хватает мне нужна трансмиссия по-любому сюда на базу ее не знаю правильно сделала неправильно но можно было в двигатель в кинуться да да я там задрочил ты не знаешь как короче сейчас увидимся на этой звездочке быстренько доеду туда и посмотрим что мне там предлагают давай удача через секунду увидимся сейчас прикинь короче чё приходит мне сообщение от ютуба у меня ролик по нфски заливается с четвертой частью мне приходят сообщения типа уважаемый я приносим свои извинения но в вашем видео присутствуют материалы с авторским правом я такой типа чё за хрень захожу смотрю а в четвертой части когда я сидел проверял доступен мне ли какой то новый тюнинг там играл какой-то трек на фоне я хрен его знает что там такое там просто типа п Bruuu тупо такая фигня я хрен знает что это такое но они из-за этого они мне из-за этого заблокировали доступ то есть, видео будет доступно не во всех регионах И, типа, заблокировали видео в России. Они кончены или что? Поэтому я сейчас там немножко полазил. Там есть бета-функция вырезать звук. Типа, он, грубо говоря, очень сильно просаживается. Поэтому там на 14-й минуте можете заметить то, что там звук стал полное говно. Меня как бы слышно, но он такой, как будто, знаешь, смотришь 360p. Прям дерьмовый-дерьмовый такой. Это, если что, не моя вина, а ютуба. Я извиняюсь, конечно, но, ребят. Игра 2004 года, и эта игра, если здесь есть, это музыка? Так, значит, она разрешена авторским правом использовать. Фото? Значит, это все-таки фото, блин, ладно. Ну, хотя бы сюда. Там вроде что-то даже по гонкам было. Разорачивайся, говна-кусма. Короче, я возмущен. Недоволен полностью политикой ютуба. Но приходится мириться. Типа, если бы мне просто ограничили монетизацию, там, допустим, которую у меня даже нету. Ладно, хрен с ним. Я бы на это забил. Но тут нельзя с этим мириться, потому что они хотят заблокировать ролик именно в России. То есть, чтобы вы его не увидели. А только страны, типа, СНГ. Это бред. Полный бред. Ладненько, давайте встреч... Ёб твою мать, да что происходит? Все, я на панике. А, первый раз в моей жизни такое происходит. Ладно, давайте сейчас доедем до фотосессии. Я там включусь уже. Ну да, спасибо навигатору, что повел меня дальше. Я не заметил эту фотографию. Да давай! Надо прям в центр подъезжать, чтобы он сфотографировал. Сфотографировал. О! Красивый ракурс. Стрит-кар фефест. Нормальная обложка, мне нравится. Сколько денег? 944 рубля. Спасибо. И еще полтинник. Мне нравится. Что тут есть рядом по гонкам? Здесь есть 3x, на которой мы с вами сейчас и поедем. Наверное, за сегодня за одну серию мы с вами и не успеем дойти до профлиги. Ну, ничего страшного. Значит, в следующей погоне. Уже 17 тысяч. Сейчас как раз-таки пройдем Стрит-кар фефест, который у нас от спонсора. И у нас будет 18 уже целых тысяч рублей. И будем уже тихонечку двигаться в центр города. Там я еще попытаюсь погоняться с ребятками. Ребятками-ботиками. Надеюсь, у меня там получится парочку выиграть. Хотя, может мне еще там улучшалочки какие-нибудь дадут, чтобы я был прям рад. Ай! Ай! Не надо! Спасибо. В принципе, это уже стандартная трасса стала. На таких трассах мы дрифтили с вами в первой части. Кто помнит, лайк. Мини-байт такой. Ай! Иди сюда! Ты! Ржавчина! Давай удачи! Отдыхать! Хотел его толкнуть, но подумал, что будем сегодня мы более-менее честно играть. Потолкались чуть-чуть в начале. И то, меня толкали, а я как бы ему просто висел такой, типа, а-а-а, помогите! И все. А я, я, я за честные гонки. Походу, мне надо в шифт играть. Сюда! Газую, газую, газую. Спасибо. 27 секунд, кстати. Неплохо. Не знаю, получится быстрее или нет. Надеюсь, что да. Это что, последний? Нет, это третий круг. Давай, давай. С 26 выйдем, я нажрусь. Если нет, то, то не нажрусь. Да, нажрусь. Ура, победа! С 27 и выше, мне нравится. Не знаю, можно еще качественнее проехать, но я уже цепанул, по-любому нет. Давай, пожалуйста. Ну не, это уже точно тогда я не нажрусь. Сейчас будет где-то 27 с половиной, я такой вот чисто у меня. 27, 28 даже уже там почти было. Сейчас глянем, ради интереса такого. Статистика. Это я? Да. 27, 82. Ну да, самый лучший круг у меня был третий. Нормально? Мне нравится. Пойдет. Пойдет, пойдет. Что у нас дальше есть? Из интересненького поблизости. Звездочка! А я где? А я вот. Звездочка. Значит, сюда. Если я на нее заебу, он меня наверх потащит по-любому. Ну давай. Съездим в звездочку. Все равно надо. Куда он меня ведет, я не понимаю. Мне вообще не нравится этот навигатор, он странный слишком. И этот старый город тоже. Вот что с ним? Куда он мне? Почему он мне говорил? Развернитесь. Чтоб я в эту проселочную дорогу заехал. Срезанную. Срезанную. Во дворик. Не. Я бы так объехал. Так нормально тоже. Успешно двигаемся. Там город прорисовался резко. Забавно. Что, куда? Сюда? Вот по-любому ведь наверх надо будет ехать, да? Я что-то желание вообще не горю. Да что ты, нормально я еду, я же вижу. Все, приехали. А, нет, просто фотка, спасибо. Спасибо. В андеграунд пятно? Не показалось или нет? Видимо нет. Давайте напоследок заедем сюда, в стрит-экс заберем последние деньги. У нас будет с вами уже целых 20 тысяч рублс. И после профлиги, ой, блин, ну да, там уже надо будет вкачивать тачку по максимуму. Там уже деньги будут, не проблемой, чтобы полный тюнинг сделать. Но я надеюсь, что мне хватит. Сука. Другой вопрос, может мне там что-нибудь другое дадут? Не супру. Я потому что думаю, что я все-таки буду брать супру. Но если дадут тт, я возьму тт все-таки. Вот давай вот так. Если дают супру первой, ну, в плане, мне супру дают, я приезжаю, смотрю только супра. Я беру супру. Если дают супру и тт, то я беру тт. Вот так вот сделаем. Потому что тт в этой игре, это прикольно. Машина, она мне нравится. Или 350z дадут. От 350z тоже не откажусь. Уйди. Ну, уйди. Пацаны, не надо. Сука, дебил. Ехать нормально научись. Ну, еще один вафель. Ну, куда ты? Ну. Ты если сам разбился, то меня за собой не тяни. Ну, ёб твою мать. Не соперники, а имбецилы какие-то. Чё, кто там на первом месте? RX-8, да? Не вижу. Фары только. Ну, хренанись в стенку в какую-нибудь. А, нет. 350z там. Я его, в принципе, догоняю потихоньку на поворотах. Но что-то у меня такое чувство, что придется переигрывать. Стой! Тебе не надо эта победа. Зачем? Давай я выиграю деньги пополам. Не, давай. Если ты хочешь деньги чисто, я давай выиграю деньги тебе. Мне чисто так. Ну, победу засчитаем и все. Брат, ну у меня цель. Давай. Я его немножко пнул в жопку. Это было для него фатально. Ну, а чё он впереди ехал? Я не знаю. Нельзя. Я не разрешаю. Двадцать шесть секунд. Ну, двадцать семь. Давай, блин, там, четыре сотые. Херня какая-то. Вот, на первом месте уже можно наваливать. На первом месте не страшно. Только в профлиге страшно то, что тебя сместить могут. В любую минуту, секунду. Вообще пофиг. О! Там двадцать шесть копейками. Там прям какие-то секунды, секунды, миллисекунды. Ну-ка. Двадцать шесть ноль две. Ни хрена себе. А, ну лучший круг все равно второй. Ну ладно. Чё, ребят, давайте на этом, наверное, закончим. А, чё я там, подожди. Тонирование стекол. Новая тонировка. Во, как раз. Давайте уже в следующей серии продолжим с вами проходить наши гоночки. У нас тут совсем пофигне осталось. Пару стрит-иксов, дрифты и уже всё. Будет у нас с вами профлига. Лига. Причём, кстати, у меня оказывается их четыре. А не три, не две. Ну ладно. Да. Значит, в следующей серии. Всем удачи. Всем огромное спасибо за просмотр. Если понравился данный видеоролик, поддержите меня лайком, подписочка на канал и, конечно же, комментарием. Ещё раз всем огромное спасибо за просмотр. Пока-пока. Пока-пока.